Продолжают профилактические выезды в детские лагеря и просят родителей быть внимательнее. Сотрудники МЧС и аварийно-спасательные службы области учат детей и взрослых правилам безопасности на воде. Показываем оборудование, чтобы они видели, знали, как им пользоваться, те же самые спасательные круги, чтобы они подавали пример своим родителям в дальнейшем, чтобы, если вы пошли, то спасательный жилет как бы желательно брать, да? Пускай уж не обязательно, но желательно. Дети, многие показывают пример, уже начинают родителей своих обучать. После этого. Вот это вот большой плюс. И смотрите друг за другом, смотрите за детьми. В 2019-м лето выдалось дождливым и прохладным. Но, несмотря на это, с начала купального сезона на водоемах региона утонули пять несовершеннолетних. В аварийно-спасательной службе Владимирской области напоминают взрослым, что не следует отпускать детей на водоем одних. Чтобы не случилось беды, нужно выучить правила безопасного купания. Купаемся только на разрешенных местах, где оборудованы спасательные посты, есть спасательное оборудование, круги спасательные, жилеты конца Александрова. Естественно, не купаемся ни в коем случае рядом с мостами, так с автомобильными железнодорожными, на местах, где крутые берега. Дети очень любят там ходить, очень много таких случаев. Если увидел, что кто-то тонет, в первую очередь спасатели советуют позвать на помощь. Если рядом есть еще люди, нужно быстро распределить действия. Кто-то звонит спасателям, кто-то пытается помочь утопающему. Главное, не переоценивать свои возможности и не бросаться в воду самому. Потому что если водоем бурный, а вы не очень уверенный пловец, спасать придется еще и вас. Тонущему можно бросить спасательный круг или так называемый конец Александрова. Специальный трос для спасения на воде. Если же этого нет, годятся подручные средства. Бросить хотя бы ветки, хотя бы любое средство, которое может удержать на воде, на плаву. Какую-то деревяшку даже. Даже доску, то же самое. Самое главное не попасть в утопающего. Если человеку удалось вытащить, он без сознания. А скорые спасатели еще не подоспели, нужно оказать первую помощь. Естественно, мы осматриваем дыхательные пути, не заблокированные. Может быть, человек наглотался, грязь, песок, водоросли, что попадется. Очищаем. Пробуем, слушаем. Спасатель рассказывает, если дыхание не чувствуется, проверяется пульс. Прощупывают вены на шее, руках или в паху. Только если точно убедились, что пульса нет, человека реанимируют. Нажатие происходит таким образом. То есть нажимаем не то, что ли, куда попало. Обычно это происходит, то есть лучевая здесь косточка, вот два пальца выше нее. При оказании первой помощи надавливание делают прямыми руками с определенной периодичностью. Специалисты рассказывают, что обычно на 30 надавливаний делается два вдоха. Чтобы вдохнуть в воздух, нужно зажать пострадавшему нос. По словам спасателей, в экстремальной ситуации первая помощь спасает человеку жизнь. Но оказывать ее нужно правильно. А лучше всего, говорят специалисты, не допускать таких ситуаций. Ведь соблюдать правила безопасного купания совсем не трудно.